Да все будет, брат. Расслабься. Я снимался в Англии. Я сделаю проект как режиссер, и ты будешь в главной роли. За тысячу долларов я сниму этот проект. Нет ни одного проекта, в котором такое количество звезд казахского кино. Это больше ста тысяч долларов. Надо сюда поставить впереди казахов. Я всегда проигрываю в кино. Добрый день. С вами Дергачев Инсайт. Я ведущий программы Вадим Дергачев. Сегодня мы будем разговаривать о сериалах. Наш гость Ерден Телемисов. Каскадер, актер, профессиональный телевизионщик, профессиональный участник международных проектов как минимум трех. То есть это, во-первых, Марко Поло. Марко Поло. Да. Макмафия. Макмафия. И сериал «Воин». Сериал «Воин». Сериал «Воин». Да. Не говоря уже о казахстанских работах, потому что Ерден засветился почти во всех фильмах, которые снимались в Казахстане. Начиная со сказа о розовом зайце и заканчивая, ну, не заканчивая, а продолжая, например, «Тамирис». Да? Где есть бандиты или батыры. Вот. Везде, где есть люди, которые добывают себе пропитание своей мужской силой. Да? То есть вот, собственно говоря, Ерден. А я хочу сейчас пригласить наших зрителей комментировать это видео, комментировать видео, которое вам еще, может быть, понравится или понравилось. Вот. Недавно у нас вышла беседа с Гульнарой Абикеевой о казахстанском кино. Вот. Можете тоже посмотреть и прокомментировать это видео. Вот. Ерден. Первый вопрос. Что такое веб-сериалы? Вот. То есть вы сейчас в 2020 году, насколько я понял, стали режиссером, сценаристом, актером и продюсером веб-сериала Всемогущий. Да. Правильно? Правильно. И вы еще и этот сериал еще и дальше продвигаете. Что такое веб-сериалы? Кроме того, что это какой-то ограниченный по времени формат, да? Еще и подогнанный под наши телефоны, я так понимаю? Разное. Разное название. Я все время, я в свое время, когда начал интересоваться этой темой, для меня, наверное, формат веб-сериалов, он в первую очередь был важен из-за того, что это полная независимость, из-за того, что нет никаких стандартов. Первое определение, которое я прочитал, что веб-сериал, веб-сериалом может называться проект, кино или телевизионный проект, который создан специально для интернета, то есть для диджитал, тогда диджитал-площадок, по-моему, не было. И длительностью, по-моему, там было от 7 до 24 минут. Сейчас все меняется и для меня, наверное, веб-сериал это то, что первоначально, ну, как приставка веб, создана для интернета, ну, не для телевидения. Хотя мой проект они хотели взять и на телевидение, просто там формат чуть-чуть не подошел. Я думаю, что... Так что вот и снят был всемогущий в 2019-м. Ну, то есть не снят, в 2018-м снят, в 2019-м мы его представили. Юрден, вот тогда все-таки вот именно о вашем сериале, то есть вообще откуда возникла идея делать собственный веб-сериал и о чем он? Хорошо. Я актер, я начинал как актер, вернее, я приехал из Караганды в 30 лет, 2005-й год, устроился на музыкальной телевидении, на Хит-ТВ и получилось, что там меня было, конечно, с периферией, это такая мечта быть, объявлять видеоклипы, имеется в виду на MTV, да, а следующий клип, и вот мне оказалась эта работа мечты. Я приехал из Караганды именно за этой работой. Приехал, но получилось, что такие биджей, как я, не востребованы. На молодежном канале мне было 30, поэтому я очень быстренько начал двигаться по административной части, что я могу убеждать людей и творческих, и нетворческих, технических персоналов. Ну и вот, и пристали приходить люди. Я к тому, что я незаметно из музыкального телевидения перешел в актеров. и в актерах на данный момент у меня больше 30 ролей в кино, и немножко актерство, оно стало меня напрягать, потому что актеры это очень зависимая профессия, и ты все время ждешь, когда тебя выберут, когда тебя там разглядят в тебе, когда тебя постоянно с кем-то сравнивают, и это очень такое, я в одном из интервью говорил, что это женская профессия, по сути, по своему содержанию. Ну и мне это очень не нравилось, а подумал, а почему бы на телевидении на музыкальном кстати я ознакомился, вернее, работал с ребятами монтажерами, и мне было интересно, как это можно из видео снятого потом сделать свой видеоряд, это же прям прикольно, и я тогда ну то есть начал уже работу монтажера по своей, потом у меня я фанат кино, я люблю кино, и вот это все как-то начало сплетаться, и я подумал, почему бы мне не попробовать себя в качестве того человека, который все решает, режиссера, поэтому я начал об этом думать, многие мои друзья говорят, что ты человек, у которого сбываются мечты, потому что ты хочешь, мы это слышим, ты рассказываешь про какой-то проект, и на следующий год ты его осуществляешь, ты рассказываешь, что хочешь этого, и это получается, может быть, вопрос энергетики, да, и вот, и я стал думать об этом, я стал думать, и опять-таки, ну как раз по актерам, Мурат Мукашев, непокойный, мой близкий, брат, друг, которого с нами не стало, вот год назад буквально, он, вот когда мы идем по улице, мы постоянно нас как братья их называли, потому что мы оба лысые и бородатые, и ребята говорят, ну вот реально вы как джинны ходите везде, как джинны, как джинны, как джинны, потом мы снимали маленькие ролики своим продакшеном, рекламным, и присоединился к нам еще один друг, Муркент Умотай, он тоже, он гораздо меньше роста у нас, но тоже лысый и бородатый, и если мы троем, то это вообще оншлаг, если мы идем по улице, то люди начинают, видя нас, оглядываться, абсолютно разные, но одинаковые, ну и вот, и там говорят, вы как джинны ходите здесь, людей пугаете, и вот в моей голове седой уже сформировалась, думаю, ну почему бы, зачем, что придумал, надо придумывать историю трех джиннов, почему бы не это, а, нет, первоначально я хотел сделать проект всемогущий и первоначально всемогущий, сейчас всемогущий, это может кто-то не видел, это история трех джиннов, трех братьев, которые живут в современной Алма-Ате, и два старших джинна брата, они традиционны, то есть традиционны, то есть джинны всегда прячутся от людей, потому что любой человек, если узнает, что ты джинн, ему обязательно нужно что-то от тебя, замучают, да, замучают и не дадут покоя, да, и вот джинны поэтому по природе свои скрытные существа, не коранические джинны абсолютно, а вот именно сказочные, как хатабыч, и я первоначально, может быть, у меня получилось это все, потому что я думал не о себе, а думал о другом человеке, Мурат Мукашев, вот мой брат, друг, он очень яркий актер, очень, но у него, по-моему, никогда не было главных ролей, я ему как-то сказал, в очередной нашей посиделке, я говорю, я сделаю проект как режиссер, и ты будешь главной роли, и это первоначально была история про самого злого джина на свете, которого его маленький заместитель, которого он, как правило, обидел, как любого, любой супергерой, обидев простого человека, выражает себе антагониста, который потом будет ему вставлять палки в колеса, и вот первоначальная версия самый злой и могущественный джинн из-за своего маленького заместителя попадает в наше время, и вот какое-то там будет желание маленького джина, чтобы он потерял память, и здесь такая драма была первоначально, он теряет память, и здесь, сталкиваясь с хорошими людьми, он становится хорошим человеком, и даже когда он потом узнает, что он на самом деле джинн, и самый всемогущий, и самый злой, но он хочет быть хорошим человеком, и он отказывается от своего, от своей натуры, и я начал рассказывать эту историю всем, для меня очень была важна именно независимость, поэтому формат его был веб-сериала, я начал ходить, и мне достаточно на тот момент моих амбиций мне нужен был новенький айфон, и звуковое оборудование, я думал, что я за тысячу долларов я сниму этот проект, я стал ходить, у меня есть такая манера, если какая-то приходит мысль, идея, я хожу и с друзьями делюсь, и так получилось, я начал делиться своими друзьями, которые так или иначе соотносятся с творчеством, да, киношники, все, и как-то случайно получилось так, что ко мне присоединились присоединились три продюсера, они говорят, слушай, идея и история, мы как раз ищем какой-нибудь проект, это вот Нариман Абиев, Ильяс Ахмед и Андрей Мануилов, они все киношники, и они присоединились к проекту, я говорю, ну давайте, мне в принципе просто нужен айфон, мне нужен какой-нибудь спонсор, и вот идея вместе с ними приобрела свой вот этот вид, они заставили меня играть главную роль вместе с Мурой и с Нуркеном, потому что, говорит, люди просто тебя знают, они уже только на тебя придут, я говорю, я не хочу режиссировать, продюсировать, быть актером, позже потом занимался монтажом, то есть такой, как шоу-ранер, я не хотел этого, но так получилось. А сценарий тоже ваш? Да. Весь. Сценарий мы разгоняли все вместе, четверо, а потом мы дописывали его, писали уже основательно с Ильясом, то есть с одним из продюсеров, он, кстати, был, у него вообще опыт именно в драматургии, потому что он был одно время вице-президентом Казахфильма, даже, насколько я знаю, и вот те проекты, которые когда-то волна пошла, он тоже имел к ним отношение, он прям, ну, то есть смотрит и говорит, вот здесь провальчик, вот здесь, и вот мы с ним вдвоем это написали. Ну вот. А где он начал выходить, этот сериал? Получилось так, что, ну, мы ориентировались на то, что он будет выходить в Ютубе, и он так и вышел на Ютубе, да. Позже, получилось, когда он уже вышел, высказали заинтересованность, может кто-то не знает, но проект Всемогущий мы заняли, по-моему, у нас три награды есть, из них две, две международные, одна из них на первом веб-сериале тогда, ну, я, то есть, ну, в тройке, в четверке, наверное, первых людей, которые сняли веб-сериал в Казахстане, да, и еще формат никто не знал, не понимал, поэтому просто делали, что хотели, у меня еще был такой, когда к нам присоединились уже спонсоры, и их около десяти, то есть, и в них есть мировые бренды, и это, кстати, нонсенс, не знаю, никто, наверное, не сможет назвать второй веб-сериал, в котором десять спонсоров есть, но так как я еще, помимо всего прочего, киношник, как киношник, я еще и блогер, ну, многие называют меня, я знаю многих вайнеров, многих ребят, и привлекал их, и, то есть, когда я приходил к спонсорам, они говорят, ну, что такое, я говорю, история, история интересная, в интернете будете продвигать, да, а кто, как, и мы придумали такое, в нашей, в каждой серии будет появляться известный блогер, который потом будет делиться сцены, участие, я думаю, это сыграет, и, кстати, всемогущий, еще у него тоже такой рекорд есть, нет ни одного проекта, в котором такое количество звезд казахского кино и звезд интернета снялись, нет второго, потому что у нас 10 серий, 8 серий, и каждая, ну, это отдельная история. 20-й год это? Это снимали мы в 18-м, а вышел в 19-м. А, вышел в 19-м. Да. То есть вы вышли до карантина? До карантина, да, конечно, потому что мы выиграли в России вот первый международный фестиваль веб-сериалов российский, международный, 30 стран там было. Вы выиграли что? Мы выиграли одну из трех основных номинаций, их самая креативная идея или прием. Раз. Потом благодаря этому я на следующий год был уже в жюри этого конкурса. Потом мы выиграли, мне дали евразийскую награду, это за лучший кинообраз. В Казахстане вручали, в российском посольстве. Было приятно и неожиданно. И потом мы выиграли еще нашу награду в области маркетинга Акмерген. В Казахстане. В Казахстане, да. Это вот то, что по маркетологам, ну, то, что мы смогли привлечь столько спонсоров. Акмерген, это, кажется, пиар. Да, пиар и маркетинг, да. По пиару и маркетингу. Понятно. А получается, вы вот с этим направлением прямо попали в самое начало, да? То есть сейчас же очень многие хотят быть у истоков чего-то в интернете, да? С чем потом двигаться. Потому что, ну, когда ты первый, то у тебя все. Когда ты сотый, у тебя уже гораздо меньше. Первый в Казахстане, насколько я вот так предполагаю, наверное, это вот история «Русика-таксиста». Это сериал, который снят одной камерой. Я могу назвать всемогущий первый казахстанский веб-сериал, который снят в кинокачестве. У нас потому что, если Русик, например, просто ставит одну камеру, какие-то петлички и все, то на всемогущем у нас, во-первых, был бюджет, на котором можно было снять, например, полнометражный фильм. Это больше ста тысяч долларов. Раз. Во-вторых, участвовали профессиональные актеры, казахстанские звезды. В-третьих, оборудование полностью. То есть, группа киношная. У нас 28 человек была киношная группа. И это все для... Когда приходили, когда мы там на Арбате, у нас первый съемочный день, знакомые, в том числе, кстати, Рашид Нугманов на первый день, он просто возле бара кино проходил и присел, говорит, вы что-то сделаете. Я говорю, вот мы веб-сериал. А где выйдет? Я говорю, в интернете. А как? То есть, это как? Так я говорю, ну вот. Деньги уже есть. Мы просто сейчас будем снимать максимально. Пытаясь на этом, что-то может останется, посмотрим. Так что вот. Хорошо. Все-таки вы успели, действительно, ну и успели, и смогли, да, то есть поработать в международных проектах. Вот с Марка Пола, насколько я понимаю, получилось почти случайно, когда здесь массовку, да, набирали, вот, пришли казахстанские актеры, и потом за природный талант и за фактуру выбрали и пригласили в Малайзию на съемки, да? Так и было. А вообще говоря, вот Марка Пола, все, кто этот сериал смотрели, то есть одно и то же все говорят, очень жаль, что он не продолжился. То есть людям прям вот очень понравился, но вот для вас это был первый или воин был до Марка Пола? Нет, у нас получается, Марка Пола был в 2014 году. Макмафия был, по-моему, в 2016 году, если не ошибаюсь. Или в 2017. Или в 2017, да. И воин был буквально два года назад, как раз до карантина. А, воин свежий. То есть они вот прям по-чережью. Ну, то есть получается, что Марка Пола – это первый опыт, скажем, взаимодействия с такими огромными возможностями. На тот момент он, кстати, был самый дорогой. Тогда не было Игры Престолов, и, по-моему, два сезона стоили 200 миллионов долларов. И на тот момент это был самый дорогой сериал в мире. Понятно. А почему не продолжились съемки в Казахстане? Съемки в Казахстане я не знаю. Я тоже слышал очень много версий. И, возможно, непонятная ситуация, если честно. Потому что американская сторона говорит одно, казахстанские делали ребята, наши продюсеры с этой стороны говорят другое. Американцам не нравилось то, что у нас нет достаточно людей, говорящих на английском языке. Какие-то нюансы, подходы. Это, может, надо учиться. То есть та же самая Новая Зеландия, она тоже, они как-то, между собойчик у них был. Но их спасло и помогло в будущем, когда Властелин Колец к ним пришел, что у них один язык. И они быстро научились. А американской стороне, ну, я не знаю, по-моему, может быть, какие-то еще приполны со стороны, может быть, власть имущих наших, которые там маленький Аким может устроить проблему американскому продажу, но это дико, например, на местах. Казахстанская сторона говорит, что, возможно, продюсеры, которые остались здесь безнадзорны, делали, что хотели, и, возможно, там где-то перерасход был. Я не знаю. С чьих-то слов, но вот две версии основные такие есть. Ну, а Малайзия, которая, в принципе, англоязычна, в которой нет проблем вообще. Там и Пайнвуд стоит студия. Да. То есть это же все, это же дешевле. Как студия называется? Пайнвуд. Пайнвуд. Да, есть... Это какой-то город, вот вы называли в соцсетях. Джохор-Бару. Да, он прямо в Джохор-Бару находится. Там и мы решили... Студия Пайнвуд, да. Студия Пайнвуд. Вообще Пайнвуд, он есть в нескольких странах. Это большие студии, комплексы, несколько гектаров, то есть специально заточены под киношников. Ну, то есть это студия, и американскому продакшену выгоднее ехать куда-то, тем более Малайзия, это все-таки Азия, а фильм рассказывает про людей-азиатов, то есть и, соответственно, нет проблем там найти 500 азиатов, которые должны там войско изображать в том числе. Но хотя могу сказать, различия огромные, потому что я помню ситуацию, когда на Маркополо нужно было... Большое войско должно было быть, которое захватывает китайский дворец. И набрали около 500 человек малазийцев. Малазийцы очень добрые люди. Они маленькие, относительно нас, больших казахов, которые актеры, которые туда приехали. И они очень добрые, у них нет агрессии. И нужно было играть агрессию. То есть представьте, монгольская орда, которая должна разнести китайский замок, а бежит 500 миньонов. Они еще пока бегут, они улыбаются, друг друга толкают, что массовка, это не актеры. И режиссер, который сидел там в своей фалатке, говорит, да что такое, они просто бегут, надо что-то делать. Там пытались малазийцам, говорят, будьте злыми, сделайте злые лица. А малазийцы миньоны, они говорят, да-да, и опять, вот так вот, не страшно. Режиссер, мне понравилось, он сказал, надо сюда поставить впереди казахов, потому что мы, казахи все добрые, но если мы перестаем улыбаться, и хмуримся, то есть тем более актеры, то это достаточно так неприятно. И выражительно. 500 малазийцев, миньонов, и поставили 10 человек казахов, нас. И мы такие улыбаемся с миньонами, а потом, когда дубль наступает, мы делаем такие лица, ну, кровожадные, сейчас мы это все, миньоны на нас смотрят, и такие, тоже, ммм. Ну и сцену сняли буквально с двух дублей. А что было для вас новое, что было необычное, неожиданное, и вообще, чему пришлось учиться на этих съемках? Ну, на эти съемки мы, как вы и говорили, да, мы первоначально поехали просто как актеры массовки. Для нас, для всех, одни из самых известных людей, актеров Казахстана, поехали туда, потому что не каждый день там голливудский проект огромный приезжает, две недели они снимали здесь в Казахстане, Чарыни, насколько я знаю, и нам там нужна была какая-то еще массовка до съемки. Мы появились, злодеи казахского кино, да, все там, большие, такие харизматичные, именно, батырская внешность, и вот, и они впечатлились и сказали нам, ребят, вы у нас, вот, нету у вас у нас в расходах, вы не должны были, но мы искали в трех странах и не могли найти вот эти типажи, пожалуйста, поехали с нами, пожалуйста, поехали с нами за небольшие деньги, но следующий проект мы впишем вас и вы придете уже как актеры полноценно и достойную зарплату получите. Ну, это интересно, мы туда ехали не за деньгами, а за опытом. Мне еще повезло, что я очень близко дружу с Жейдарбеком Кунгужином, руководителем группы «Номат», который, собственно, нам и сказал о том, что набирают, «Ердин, посмотри, тут американцы, как они снимают». Конечно, хоть в массовке, главное посмотреть, как это все делается на мировом уровне. И там я поехал туда как актер, а получилось то, что у меня габариты, плюс, благодаря Жейдарбеку, я тренировался с намадами тайскому боксу. И я был подготовлен уже физически, я мог двигаться, там, драться. И плюс мои метр девяносто два, и тогда за сто тридцать килограмм я весил где-то, то есть достаточно большой дяденька. И они стали искать, и нужна была сцена моя именно, которую на меня выбрали, сцена драки с самим Марком Повым. Я там играл самого большого монгольского борца. и так как под меня дублеров не найти, уже там продакшн предложил, говорят, слушайте, а вы же, говорят, Жейдарбеку, что вы умеете драться там, то есть вы не боитесь этого. Я говорю, да, абсолютно. Тайский бокс, это, если ты таяц, то ты можешь драться хоть с кем. И в тот же день меня перевели в каскадеры, и это можно сказать, что благодаря Марка Пола я стал каскадером группы Номат. А сериал «Мак-мафия», он чисто криминальный, да, то есть там даже, по-моему, по детективу написано, был сценарий по книге, которая рассказывала о какой мафии? Английской? Нет, по-русской, про русскую мафию. Это про русскую мафию? Да, конечно. Про русскую мафию, но съемки, они все происходили где? Они происходили, по-моему, в семи странах. А вы где снимались? Я снимался в Англии. В Англии? Да, в Лондоне. Так, а вы с чьей стороны вообще, на кого вы работали? как... Ну, я... То есть, как... Понятно, что на кого вы работали как актер, а на кого вы работали по сюжету? На русскую мафию? Западные люди, они не делят мафию на русскую, казахскую, узбекскую. Понятно. У них есть... Если мы говорим на русском языке, хотя мы были там Тимур, Алишер, Рустам, но мы русская мафия. Если мы говорим на русском языке, это Russian mafia. Им не все... Они воспринимают русскую мафию, то есть, русская мафия это как нация, это как вот американцы, это же и черные, и китайцы, которые там живут, и все, то есть, они не делятся, они говорят, мы американцы. И все. Точно так же это касается их отношения к русской мафии. Русская мафия, как-то на русском говоришь. What's your problem? Your accent Russian, значит, Russian mafia. Хорошо. А вы там кого-нибудь убили в этом сериале? Да. Я в каждом сериале кого-нибудь... Есть у меня такая слабость в жизни. Я очень добрый человек и позитивный, но видно, внутри есть что-то вот такое. была фотография в соцсетях с кровью на виске и что-то такое, что вас там утюгом, что ли, в висок били. Ну да, по сюжету, если кто-то не видел, спойлер, посмотрите макмафию, все равно это... Есть история, вообще рассказывается о сыне русского бандита, который когда-то покинул Россию, и от этого все равно его вот это к родине, тоска по родине его заедает, он пьет, но его сын, который генетически русский, вырос в Англии и он никогда не сталкивался с тем, с тем, сталкивался его отец. И вот он работает, себе продвигается в сфере экономической, по-моему. Экономической. И есть брат у главного героя, не главного героя, у отца родной брат, у которого тоже делишки. Ну, в итоге получается так, что старые, как сказать, грехи отца накрывают современного английского парня. И он понимает, ну, это тот же самый однажды в Америке, да, по сути, когда семья и происходит. И мне, кстати, очень было интересно, когда мы в Лондон приехали, опять-таки троем, вот Тейджина, Мурат, Нуркен и я, мы приехали туда, и у нас роли незначительные. Ну, мы считали так, потому что всего месяц мы находились в Лондоне, это работа мечты, месяц в Лондоне и пять съемочных дней. И съемочные дни не 12-часовые, как принято, а там буквально мы работали по 4-5 часов. То есть, по сути, мы на месяц, месяц проработали как актеры, там 15 часов. То есть, вы снимались, допустим, день, потом вы ждали неделю. Потом пять дней. Пять дней вы ждали, потом еще раз снимались и потом опять ждали. Еще нас привозили в обед, и мы всегда, ну, мы ответственные, это же зарубежный проект, и мы такие, ходим мы за этими, когда, ребят, следующий день? Дайте текст. Он говорит, вы все уже сказали в первый съемочный день, так что сейчас только экшен будет. А когда съемки? Вот вам суточные, гуляйте. У вас отель, 4-й, Кей-Вест, рядом Гайпарк. Гуляйте? Вы в Лондоне. Хорошая погода. Вот вам. И мы позвоним заранее. А какой месяц был? Это осень, зима, лето? Месяц был бархатный. Это, по-моему, начало осени. Начало осени. Я уже так смотрел. У меня память вообще очень коротенькая. И это было круто. Ну, то есть, за чужие деньги мы попадаем в Лондон. Живем практически в центре Лондона. В день мы проходили, самым максимумом мы прошли как-то 23 километра. Мы ходили пешком, и живешь в гостинице, кушаешь, что хочешь. Как-то так раз и немножко поработать можно. Это был кайфный опыт. И первоначальный вопрос, какой у нас был? Я уже сам забыл, какой первоначальный. Вы мне заговорили. А этот... Нет. За кого вы, да? За кого вы, на самом деле... На кого вы работали? Сейчас я понимаю. На русскую мафию вы работали. Русская мафия, да. Все нормально. Я убил там буквально... И вот эти друзья старые брата отца главного героя приходят к нему, и туда случайно он попадает. А, и мы когда приехали, к нам очень такое отношение было. То есть, на нас все смотрели, выбегали. То есть, мы там примерочные или что-то... И люди заглядывают, и прям вся съемочная. И я потом говорю, это они или казахов не видели, может быть, или актеров не видели, но тут же я знаю, что тут недалеко звезды мирового кино. Я думаю, съемочная их видела. И нам потом режиссер объяснил. Ребят, у вас, может быть, и мало съемочных дней, но ваше появление в сюжете этого сериала это поворотная точка. Сериал, который ближе всего по времени к нам, это воин. Да? То есть, речь идет о американской истории. Да, там? Да. О американской истории и о бандах. О бандах, да. О бандах. Воин – это очень важный проект для любого спортсмена. И то, что, во-первых, каскадеры на мат, как правило, ассоциируются напрямую с конными трюками. Хотя мы делаем конные трюки, горение, падение с высоты, автотрюки, файтинг, фехтование, много чего делаем. Но в мире нас знают как одни из таких каскадеров, конников именно. И для нас воин – это тоже другая ступенька, потому что первый раз мы поехали на проект, нас шесть человек отобрали, шесть человек, которые чисто как файтеры. То есть, там нет коней, мы только деремся. То есть, у нас в какой-то степени, я считаю, что это и признание нас как хороших файтеров, то есть, бойцов, можно так сказать. И проект этот значим чем? Для любого каскадера, для любого человека, который любит восточное единоборство, то что этот проект был задуман Брюс Ли. Он был когда-то разработан, то есть, ну, немножко в другом формате, наверное, но были наброски этого проекта. После его смерти его дочь непосредственно, она нашла эти записи и предложила их HBO. HBO решила вложиться в этот проект и вот два сезона готова. Готова, то есть, мы все, ну, восточные единоборства, в свое время, это все непосредственно связано с Брюс Ли. Да. То есть, и вот мы прикоснулись к этому напрямую, потому что дочь Брюс Ли приходила к нам. Есть видео, когда она приходит к нам на тренировку, говорит нам всем спасибо, мы там фотографируемся, обнимаемся с ней, Шеннон, и это круто. Ну, а вообще, то есть, сейчас вам 46. 46 будет вот 25-го. Ну, накануне мы сидим, накануне сидим в дне рождения. Хорошо, но трудно вот все-таки взрослому человеку трудно, скажем, ну, сохранять форму одно, при необходимости участвовать вот в работе, когда нужна физическая работа. Ну, это самая легкая часть вообще. Это очень, ну, для меня это легко, потому что, когда есть съемки, есть какой-то азарт, есть, в этом году я, кстати, сыграл, и как большой человек, там, Хаджимука не сыграл, я там сыграл одного отрицательного, опять-таки, героя-борца, хотя я не борец, я не умею бороться. Ну, две недели, тело подготовленное, хотя не сильно подготовленное, моя блогерская жизнь очень отвлекает меня от каскадерства, что всегда приглашают в рестораны, приглашают еще туда, и сложно от этого отказаться, но если нужно, на проект я набираю форму необходимую. И это самое легкое, а что самое сложное тогда? Самое сложное, ну, самое сложное, наверное, моя сейчас с актерством, и, как сказать, с каскадерством, я не боюсь ничего, и я знаю, есть понятие, знаете, нет людей крутых, есть люди подготовленные, и стать каскадером, и готовиться, трюк сделать, это не значит прийти и прямо сразу с первого раза сделать, нет, это все проговаривается, мы профессионалы, мы учимся, мы тренируемся, и когда ты выходишь на площадку, у тебя за спиной уже, ты 15 раз это сделал, как минимум, и для тебя это уже просто орешки. Будущее интереснее, чем настоящее? А, оно взаимосвязано, оно взаимосвязано очень сильно, единственная ошибка людей, и я это понимаю, они часть своей энергии отправляют, кто-то в прошлое, говорит, что вот раньше было классно, кто-то в будущее, кто-то говорит, вот меня будет в фаре, и тогда я буду счастлив, а я сторонник того, что я благодарен тому, что было, я с надеждой смотрю в будущее, и я кайфую от того, что есть сейчас, каждый момент, мне говорят, почему ты все время улыбаешься, у тебя что, проблем нет, я бешу своих друзей, они, тут же Жайдарбек всегда говорит, вот когда тяжелые времена были, мы когда подружились, у меня там финансово вообще, он говорит, ты что, ты что, ты что улыбишься, у тебя в холодильнике ничего нет, у меня последний джип, да, например, и мне надо его переобуть, и мне это портит настроение на целый день, у тебя ничего нет, и ты сидишь радостно, я говорю, да все будет, брат, расслабься, я считаю это своей суперсилой, и поэтому я счастлив каждый день, каждый момент, даже когда у меня есть проблемы, какие-то нюансы, это просто делает меня сильнее, и все. Ом. Субтитры сделал DimaTorzok